Книга открытым оком, тема богослужения, 15 том, вопрос 1917. Почему вы остановились в своих реформах чтения из Библии на русском языке и дальше не пошли? Отвечает Игнатий Тихонич Лапин. И это уже объяснял. Не видим в этом настоятельной понадобности, даже проглядывается вред всему, что уже достигнуто. Самое главное, чтобы сознательно люди уверовали во Иисуса Христа, чтобы каждый принял Его как Спасителя и жил по Его заповедям. Чтобы люди знали, любили Библию и распространяли неленностно повсюду благую весть. А где будет алтарь? На середине ли храма или за ширмой? Тут уже ни для живого ничего не принесется, ни мертвого не поможет. И будем ли мы, агапы, вечер любви совершать или просто отобедаем, так ли это уж важно для спасения? А как многих укоров и поношений мы избегли за то? У нас есть свой опыт, и мы считаем, что на данном этапе нам крупно и несказанно повезло. Свой близкий народ священник и епискот с нами. Не злоупотребить бы их доверием к нам и довериться Богу, что недостающий Он восполнит. Мы должны усвоить уже полученное и притворить, приумножить данное щедро Создателям. Мы пожелали жить по-первоапостольски, никакие реформы и не делали, а тихо умоляли Создателя смилоститься над нами и дать возможность сидеть у ног Его. Экклезиаст 1.10 Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывшее прежде нас. Псалом 26.4 Стихотворение С тех пор, как гибели себя обрек, уже я не восстал, как человек, вновь не обрел в себе я человека, как сказано в Писании святом. Сойдя с пути, что праведен от века, на этот путь я не вступил потом. Хоть рассказал я в предыдущих главах про все грехи мои, но стыд поправ, напомни вновь я о делах неправых, о злодеяниях, о путях лукавых, не изменяя слогу прежних глав. О, Господи, я грешник, я злодей, я заслужил Твой лютый гнев и кару, ничтожностью, греховностью своей себя я убодобил Вильяару, своей нерадивостью и ленью я сам себя отвергнул осуждению. Обрек себя на горе и позор, и демоны мои возликовали, в бесовском хороводе заплясали, и пляшут и ликуют до сих пор. Удары тайные я принял Божие, приготовленные мне судьбой, я не отверг отвергнутых Тобою, наоборот, их силы приумножил. Бесовски я и сам грешил игрой, и сам плясал я с бесами порой, они же имя Божие поносили. Но я греха не отвергал в бессилии, себе не говорил я не греши, я грех творил, и черви подточили, поникшущий цветок моей души. Я погубителей моих незримых, не вскармливал, но не уничтожал, я сам невольно силой умножал гонителей моих непримиримых. Я разрушителем и счастью ада был преданнее, нежели творцу, не сладость я вкушал, а горечь ада, и вот проходят дни мои к концу. Я устрашен греховностью моей, о горе мне позор и поругание, как перед взором праведных людей, представь мне после моего признания. Всех лучше знаю, сколько мой грех велик, мне горло сжал, отчаяние крик, когда способность мне была бы дана, то видеть, что никто узреть не может, узрел бы я душа моя черна. Когда как идолопоклонник в храме Божьем, понеже грехородной силы страсть и идолов богопротивных власть, сказать воистину одно и то же. В кромешной тьме у жизни на краю, в погибельной тропе иду я ныне, мой дух бессмертный, благодать твою, я превратил в бесплодные пустыни. Могу ли человеком я считаться, когда причислен я к творящим зло, и существом разумным называться, когда в меня безумие вошло? Хотя я и зрячий, но слепого хуже, внутри себя свет погасив теперь, я не могу прослыть ученым мужем, к познанию сам себе закрыл я дверь. Слыть многомудрым, свыше просветленным, я погубивший душу не могу, и просто существом одушевленным, себя назвавший, я и то солгу. Среди кувшинов я кувшин негодный, в гранитной кладке камень инородный, я в сонме избранных избранник ложный, я в сонме призванных глупец ничтожный. И устрашенный смертью ибо грешен, покинут всеми я, а кем утешен? Пророк Иеремия говорил, что Иерусалим падет в бессилие, так и меня страдания истощили. Погиб я, потеряв остаток сил, как дерево червями, тканей молью, изведения своей сердечной болью. Я истощился, словно паутина, моя греховность этому причина. Я прекращаю век свой, исчезая, как внутренний туман, утренний туман, роса ночная. Я на людей надеялся неосторожно, а вера только в Господа возможна. И ныне, осодеянном скорбя, я, проклятый, очерненный, скверный, надеюсь, Боже, только на Тебя, исполненного милости безмерной. И на кресте Ты никого не клял, терпя страдания, не ожесточился, когда к Отцу Небесному взывал и за своих мучителей молился. Подай мне весть, чтоб мой услышал слух. Даруй надежду в жизни быстротечной. И в час, когда Тебе святой, когда Тебе свой жалкий дух, я возвращу, даруй мне дух свой вечный. Григорий Нарекаций.